Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня на супертурнире в Шамкире составился предпоследний тур, который оказался решающим с точки зрения определения победителя данного соревнования. В партии Корякин-Карлсон решалась, будет ли борьба за первое место вестись до самого последнего тура. В этом поединке Сергей Корякин играл белыми, что, конечно, неплохо с точки зрения борьбы за победу. А напомню, Корякин на полочка перед началом этого тура отставал от Карлсона и, конечно, понимал, что только победа в этой партии даст ему возможность побороться за первое место. Ну а Магнус Карлсон в этой ситуации уже в который раз применил свой уже излюбленный челябинский вариант сицилианской защиты, который ему очень помог в матче за званием чемпиона мира против Каруаны. В который раз мы с вами уже видим, что титаническая дебютная подготовка, которая была проделана к прошлогоднему чемпионскому матчу, не пропадает даром. И Карлсон действительно сейчас уже разгадал секрет, каким образом играть на победу практически в каждой партии черными против Е2-Е4. Итак, Сергей Корякин пошел Е4, а иначе как завязать борьбу в партии, в которой тебе нужно выигрывать? С5 сыграл Карлсон, конь Ф3, конь С6, Д4, разменялись после конь Ф6, конь С3, ну и здесь Е5. Конь ДБ5, Д6, в этой позиции у Карякина был, конечно, широкий выбор. Основное продолжение слон Ж5, так чаще всего играют, но конь Д5 тоже весьма неплохо. После взятия на Д5 ЕД, Карлсон отступал и на Б8, и на Е7, как в этой партии. С4, играют здесь белые, конь Ж6. Ферзь А4, сейчас угрожает двойной шаг, конь бьет Д6, поэтому слон Д7. Ферзь Б4, слон Ф5, и тут начинаются танцы. Ферзь А4, слон Д7, ферзь Б4 и слон Ф5. Конечно, в этой ситуации Карякин мог повторить позицию, но Карлсона такой расклад устраивал. В этом случае он перед последним туром опережал бы Карякина на пол очка, ну и, конечно, догнать бы Карлсона тогда Карякину вряд ли удалось. Поэтому здесь российский гроссмейстер мужественно отказывается от повторения позиции и играет А4. Карлсон играет А5. Не новая позиция, это же положение возникло в 12-й заключительной классической партии матча Карлсона против Карваны. И там американский гроссмейстер сыграл слон Е3, сразу сконцентрировав внимание на пешке А7. Но, конечно, шахматисты во всем мире, и Карякин не исключение, подвергли тщательному анализу эту позицию. И нашли, что лучше сначала пойти слон Ж5, что и сделал Карякин в этой партии. Идея белых заключается в том, что на, естественно, Ф6, теперь уже можно отойти слоном на Е3, нападая на пешку А7. Ну, вот этот ход Ф6, конечно, позицию черных не красит. Поэтому Карлсон после слона Ж5 избрал гибкая ферзь Б8. Слон Е2 играют здесь белые А6, прогоняя коня, тот становится на С3 и ферзь С7. Ж3 играют белые, беря под контроль пункт Ф4, слон Е7. В этой ситуации хуже было меняться чернопольниками, потому что после ладья Ц1 черные могли сыграть слон Ж6. Конь идет по маршруту Ф5, Д4. Действительно, поле Д4 золотое для черного коня. Поэтому Карлсон здесь был бы очень рад такому раскладу. И Карякин играет иначе. Слон Е3 избегая размена, это правильное решение. Но черный играет Е4. Для коня нашлось другое очень интересное поле в центре доски. Причем даже может быть и более перспективное. Потому что с этой позиции согнать его пешкой не удается. Разве что разменять на чернопольного слона. Ну а стоя на Е5, конь будет контролировать поля Д3, Ф3 и Ж4. И здесь белые сделали рокировку на королевский фланг. А Магнус Карлсон отвечает тем же. При этом оставляя пешку на А5 под боем. Вот такая очень интересная жертва пешки. Нужно сказать, что подобные позиции Магнус Карлсон научился чувствовать уже на фантастическом уровне. И черными он может себе позволить здесь все что угодно. Конечно в рамках того, что позволяет позиция. И вот это позиционное решение очень интересное. Корякин забрал пешку. После конь Е5 отошел обратно. Вроде ничего плохого не сделал. Российский гроссмейстер полакомился пешкой. Защитил свою на С4. Но посмотрите, что происходит дальше. Ферзь Д7. Магнус Карлсон борется за белые поля. Конечно при такой пешечной структуре. Хорошего белого слона. Черные хотят разменять с помощью слон Ж4. Ферзь А4. Играют белые. Пытаясь разменять в свою очередь ферзей. Но черные конечно не уступают. И снова слон Ж4 с борьбой за пункт Ф3 угрожает. В этой позиции самым сильным решением за белых было поставить ферзя на начальное положение. Отдав пешку на С4. После взятия следовало бы сыграть слон Д4. Конь Б2, Ферзь Д2. Конь С4, Ферзь Ф4. За счет того, что белые отдали подряд две пешки. Они активизировали своего ферзя. Ну и дальше охотятся за пешкой Е4. Ахота проходит успешно. После конь Е5, конь бьет Е4. Позиция равная. Ну скажите пожалуйста, кто же вот этот вариант без компьютера во время партии сможет найти. Конечно это возможно. Но таких вариантов в данной партии уйма. И вероятность ошибиться очень высока. Даже для такого шахматиста как Корякин. Уж слишком сложное положение. И Магнус Каусен действительно такой дьявольский, сильный, хитрый шахматист. Который все-таки разбирается в этих позициях лучше всех в мире. Белые же здесь не стали отходить назад. А пошли вперед. Пешкой на С5. ДЦ и конь бьет Е4. Забрал все-таки центральную пешку Корякин. Используя ферзя на А4. Но С4 и конь сейчас под боем. В этой позиции Корякину действительно не повезло. Почему? Потому что движок пишет, лучшим ходом является ферзь С2. Ну скажите, кто из нас, более-менее грамотных шахматистов, защитит вот так коня, попав под самосвязку. Это действительно лучшее решение. Но Корякин сделал более естественный, в то же время не лучший ход конь С3. В этом случае мы видим, что конь ушел из-под боя. На поле на Д3 оголилось. Б5 нападает на ферзя Карлсон. Тот отходит на начальную позицию. Б4, конь А4 и слон Е4. Здесь освобождается поле А3 для черного ферзя. Ну и что делать? Ф3 ходить, конечно, не хочется. Дальше ослаблять пешечную структуру. Поэтому ферзь Д4. Сейчас под боем две черные фигуры. Но Карлсон, конечно, заранее предусмотрел возможность защиты обеих боевых единиц ходом ферзь Ф5. И вот в этой ситуации Корякину нужно было поднять ход Ф3. Он сумел понять, что нужно ходить именно пешкой Ф, но пошел на одно поле дальше, чем следовало. После хода Ф3 вынуждается взятие слоном и дальше ладья АЕ1. Дело в том, что на ладья АЕ8 есть размен ферзей. Ферзь Ф4 черные не в силах отказаться. Взяли, взяли. Слон бьет Е2, ладья Е2, конь Д3. И дальше ладья Е4, атакуя пешку. Конь бьет В2. Жертва на тему отвлечения. Если забрать коня на Б2, то ослабляется поле Ц5. И после шаха теряется ладья на поле Е4. Поэтому белым нужно, прежде чем брать коня, забрать этого слона. И после взятия конь бьет Б2, получаются две фигуры за ладью. И у белых и у черных есть своя проходная пешка. На С3 следует Д6, на ладья Б7, конь Д3. Компьютер оценивает эту позицию как примерно равную. Вот такой сложнейший вариант. Нужно было найти ход Ф3 и дальше ферзь Ф4. Но все-таки Корякин не сумел. Он пошел Ф4, напал не на ту легкую фигуру. И после ферзь Ж6 угрожает взятие на Ж3. Понятно, что сейчас коня брать нельзя, потому что последует как раз мат ферзь Ж3. Поэтому нужно защищать этот слабый пункт ходом слона Ф2. Ну и здесь в распоряжении черных уже очень приятный выбор. Нужно было просто вынудить размен белопольника на коня. После взятий ладья АЕ1, ладья АЕ8. Очень приятная для черных позиция. Слона белопольного изгнать без проблем здесь не удастся. Поля Ж4, Х3 очень слабые. Ну и здесь у черных стойкое преимущество, несмотря на центральную проходную пешку белых. Но у Карлсона все получилось значительно лучше. Он пошел Конь Д3 и дальше после Х5 отошел, конечно, на Ф5. Не теряя из виду слона Е4. В этой позиции Карякину следовало все-таки забрать на Д3. Но это уже не спасало. После взятия ферзь Е5 взяли-взяли слон Д5. Конечно, этот мафиурный эншпиль очень противный для белых. Наверное, уже все-таки проигранный. Два слона, проходная пешка Д. Также линия С, скорее всего, будет за черными. Это все дает возможность Карлсона здесь достаточно простыми методами бороться за победу. Но в партии у нас было иное. Слон Ж4. Тут Карякин сам решил разменять белопольников, чем только ухудшил свою позицию. Взяли-взяли слон Д6. Сейчас угрожает взятие на Ф4 ввиду связки пешки Ж3. Поэтому ферзь Ж2, ладья АЕ8. Так или иначе этот ход последовал бы. Слон Д4 сыграл Карякин. Забрал пешку на Х5 Маггус Карлсен. После ферзь Ф3, ферзь Ж6. Король Х1. Играют здесь белые. Ладья Е4. Слон Ф2. И дальше ладья ФЕ8. Без слез на позицию белых не взглянешь. Ладья Е2 сейчас угрожает. Конь на А4 совершенно вне игры. Ну и здесь Карякин просто сдался. Вот такая очень неудачная для Карякина партия. Наверное, одна из худших партий за последние несколько лет в карьере российского гроссмейстера. Ну а Маггус Карлсен сумел в очередной раз выиграть в своем коронном челябинском варианте. И тем самым уже стал недосягаемым для преследователей. Последний тур этого супер турнира будет пустой формальностью с точки зрения определения победителя данного соревнования. Потому что у Карлсена сейчас 6 очков после 8 туров. Фантастический результат, конечно, глядя на то, какие были соперники у Карлсена. Ну и он имеет шанс, конечно, увеличить свой очковый отрыв от преследователей. У которых сейчас по 4,5 очка. А это конкретно тот же Сергей Карякин и Александр Грищук, с которым Карлсен завтра будет играть белыми. Вот такая получилась партия. Надеюсь, что данный разбор вам пришелся по вкусу. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Ну а также оставляйте свои комментарии. Спасибо за внимание. До свидания.